В Махачкале завершился форум СМИ медиа-встреча на Северном Кавказе. В столицу Дагестана съехались более 200 представителей медиасферы. Программа форума была насыщенной. Для журналистов провели мастер-классы, дали возможность поделиться опытом с коллегами и организовали интересные встречи. К примеру, сегодня, во второй заключительный день форума, представители СМИ встретились с главами субъектов Северного Кавказа. О чем говорили и впечатлениях в целом от форума, расскажет наш корреспондент Галина Григорян. Всего два дня работы, а столько полезной информации. 200 журналистов Северного Кавказа собрались, чтобы обменяться опытом в солнечном Дагестане. Важные встречи, лекции, мастер-классы затянуло с первой минуты. Самое главное, это, конечно, форум был наполнен огромным сегментом образовательного характера. Были мастер-классы, посвященные работе в интернете, тому, как нужно делать эффективные, хорошие истории. Мы узнали, что такое современные фичеры, о том, какие подходы используются при подготовке материалов. Главное событие – встреча с главами субъектов Северного Кавказа. Среди них глава республики Вячеслав Бетаров на пресс-конференции говорит о масштабном ремонте автомобильных дорог. Северная Осетия – географический центр СКФО и через республику проходит. Большой транспортный поток. Планы серьезные. Впервые так системно в государстве решаются вопросы. К примеру, невозможно увеличить продолжительность жизни только благодаря врачам и здравоохранению. Для этого это комплексно надо решать, то есть через здоровый образ жизни, а даже благодаря здоровому образу жизни, к примеру, невозможно, не создав достойные условия проживания граждан, невозможно увеличить продолжительность жизни. То есть все зациклено, и все одно тянет другое. Одни отрасли тянут другие. И по всем отраслям жизнедеятельности граждан создаются сейчас достойные условия и возможности для того, чтобы создать эти достойные условия. На встрече полномочный представитель президента страны Александр Матовников полпред рассказал о планах по запуску. Скоростного поезда «Ласточка». Он свяжет все туристические зоны округа. По словам Александра Матовникова, это серьезный этап к привлечению гостей на Северный Кавказ. А посмотреть у нас действительно есть на что. Обсудили и реализацию нацпроектов. В каждом регионе им уделяют особое внимание. Национальные проекты в целом посвящены. И определено нас дата 2024 года, когда мы должны выйти на определенный базовый уровень. Мы не говорим, что мы должны достичь каких-то высот незримых, но мы должны выйти на базовый уровень. Значит, соответственно, люди должны понимать и знать, что такое национальные проекты. И в этом смысле информационные агентства, СМИ, медиапространство является для нас, для органов власти обратной связью. Обсудили еще одну важную тему. Это ликвидация блокпостов между регионами. Практически эти посты существуют на всей территории России. Называется контрольно-заградительная система. Преступления, которые совершаются, и преступники вводят различные планы, тайфуны, вулканы. Как их останавливать, скажите, пожалуйста, нормальному человеку, который живет, значит, спокойной жизнью, законной, и не нарушать закон. Это никакой проблемы нет. Северную Осетию представляют 25 специалистов медиасферы. Это сотрудники телевизионных, печатных и электронных СМИ. Лекции уже подходят к концу, но журналисты не расходятся. На каждой площадке своя тематика. За этой дверью сидят те, кому интересен жанр интервью, рассказывают, как расположить к себе собеседника. Вот здесь обсуждают проблему развития печатных СМИ, желающих много. А вот здесь говорят об очень важной теме для Северного Кавказа межэтническая журналистика. Своим опытом поделилась президент гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге. Она рассказала, как журналист должен грамотно вести себя в проблемной межэтнической ситуации. Общество имеет право знать, что с ним происходит. И оно должно получать эту информацию. И ньюсмекеры в лице власти, и в лице гражданского общества, лидеров, они тоже не просто хотят или не хотят давать эту информацию, они обязаны ее давать. И только тогда, только в этом случае, мы все вместе будем хорошо проходить все трудные ситуации и не будем называть их кризисами. Нас очень любят называть конфликты, еще что-то. У нас на самом деле межэтнических конфликтов нет в стране, слава богу, уже очень много лет. Но мы очень любим употреблять это слово конфликт. Поэтому я предлагаю как минимум избавиться от ненужной терминологии, оговорить проблемные ситуации. Форум уже завершил свою работу. В этом году он прошел в формате медиа-встречи. А вот что нового нас ждет в следующем году, организаторы пока держат в секрете. Галина Григорианхет, Агапоев, Новости Осетии.